Некогда тихий райцентр Островец преображается на глазах. Сразу три новых микрорайона с современным комфортным жильём и всей инфраструктурой строятся здесь для будущей столицы белорусских атомщиков. Поражает воображение и сам размах строительства АЭС на площадке в несколько квадратных километров. Все работы идут по строгому графику. Всего здесь трудится около трёх тысяч человек. Первый энергоблок с огромной чашей уже вырос из земли. Строители-монтажники трудятся на втором энергоблоке и на всех 102 объектах станции. Здесь же в здании штаба стройки атомной станции прошла пресс-конференция председателя Гродинского облсполкома Владимира Кравцова. Губернатор снова поразил журналистов своей компетентностью по всем вопросам социально-экономического развития области, не обходя стороной острые темы. Где искать новые рынки? Как увеличить экспорт продукции и разгрузить склады предприятий? Какое значение будут иметь новые логистические центры? И что даст в результате строительство автотрассы М6, модернизация молочных ферм и свинокомплексов по науке, переработка продукции аграрного сектора, новая медицинская техника для наших клиник? Не было вопроса без точного ответа главы области. И ещё губернатор подчеркнул возрастающую роль государственно-частного партнёрства по многим проектам. Призвал проявлять активность в привлечении средств трансграничного сотрудничества во всех сферах. После двухчасового общения с прессой Владимир Кравцов дал эксклюзивное интервью Гродненским телеканалом. Для нас остаётся актуальным развитие сферы услуг, учитывая географическое положение нашего региона и историческую его летопись Гродно, Гродненщины. Здесь очень много интересных памятников истории старины. Через нашу область проходят ряд транзитных европейских транспортных коридоров. И поэтому для нас это шанс использовать эти преимущества и развивать сферу услуг, зарабатывать на этом, как делают все цивилизованные страны. Поэтому у нас есть целый ряд проектов создания логистических центров с инвесторами, с зарубежными, в том числе инвесторами на наших погранпереходов. Мы хотели бы использовать и задействовать всё-таки вот долгое время остановленный строительством аэровокзал возле нашего аэропорта. И мы сегодня активизируем эту работу по продаже, по поиску инвесторов и по созданию там логистического центра с авиатранспортной компании. У нас есть определенные наработки, переговоры с рядом западных инвесторов, в том числе и с Китайской Народной Республикой. Мы рассчитываем на результаты.